Здравствуйте, меня зовут Максим Драч, я сертифицированный специалист Microsoft, работаю в компании CyberBionic Systematics и рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков программного обеспечения ITVDN. Тема данного урока 3D графика. И в этом уроке мы рассмотрим общие правила работы с 3D объектами, с построением трехмерных сцен. И эти правила распространяются не только на технологию DWPF, но и на другие программы, в которых вы работаете с трехмерными объектами, а также с трехмерными сценами. Итак, каждая 3D сцена состоит из нескольких компонентов. Давайте же их рассмотрим. Итак, первый компонент это окно просмотра. Непосредственно то окно, в котором отображается нам вся трехмерная сцена. Второй компонент это трехмерный объект, то есть то, что мы хотим рассматривать. Итак, допустим, мы будем смотреть на куб. Это будет наш трехмерный объект. Хорошо. Следующий компонент это источник света. Для чего он нужен и что от него зависит. Например, у вас есть источник света вот здесь и он светит вот так. Его лучи направлены в эту сторону. Вот наш источник света. Он освещает вот такой вот участок. И обратите внимание, что свет попадает только на эту грань. Вот только на эту. Эти грани, они остаются неосвещенными. Поэтому эта грань будет очень яркая. Эти же будут затемнены. Если у нас источник света будет непосредственно вот здесь располагаться сверху, и также он будет освещать только эту грань. Вот только верхнюю грань. То эта грань и эта грань, они будут затемнены. Отлично. Следующий компонент это камера. И от этого компонента очень много зависит. Почему? Потому что то, что вы показываете в окне просмотра, во вьюпорте, это непосредственно изображение из камеры. Хорошо. Нарисуем наш вьюпорт, также наш объект. Отлично. И также сейчас рассмотрим камеру. Если камера у нас будет вот здесь, и смотреть, она будет только на первую грань. Вот что видит камера. Вот так она смотрит. Что она видит? Она видит только вот эту грань. То есть только вот это изображение. Других граней она не видит. Если камера будет у нас располагаться вот здесь, и также угол ее обзора будет направлен только на эту грань, то видеть она будет только эту грань. То же самое. Такой же квадратик, но для другой грань. Что же делать? Давайте рассмотрим, как же расположить камеру в трехмерных координатах. Итак, нарисуем координаты. x, y, а также z. И скажем, что у них есть точки. Все эти точки одинаковы. 1, y, z, x. Отлично. Помните, да, здесь минус, здесь плюс, плюс, минус, плюс, минус. Хорошо. Сейчас мы будем рисовать объект. Объект, за которым мы хотим смотреть непосредственно с помощью камеры, с которой мы хотим наблюдать. Итак, скажем, что у объекта будет координата 1, минус 1, минус 1. Помните, x, y, z. Хорошо. По x1 вот координата. Далее. У нас есть координата минус 1 по y и минус 1 по z. Отлично. Что мы сейчас будем делать? Мы будем рисовать непосредственно нашу координату, наш объект. Итак, мы вот рисуем. Вот точка пересечения x и z. Опускаемся вниз теперь. И вот наш y. Здесь и будет располагаться наш объект. Вот он. Отлично. Хотя давайте, может быть, нарисуем здесь небольшой куб. Вот такой. Отлично. Вот наш куб. По аналогии этого куба. Где же должна располагаться камера, чтобы мы смогли увидеть вот такое изображение? Как вы думаете? Правильно. Она должна располагаться где-то здесь. Но давайте для точности мы напишем координаты. Итак, мы будем располагать камеру в точке минус 1, 1, 1. Совершенно противоположное этой точке. Минус 1 по x это вот здесь. Далее 1 по z это здесь и 1 по y здесь. Хорошо. Давайте нарисуем здесь прямые, чтобы быть более точными. Вот z, вот x и вот y, точка пересечения. Отлично. Вот здесь и будет наша камера. Вот здесь. Что она будет видеть? Да, вот. Так. И так. Соответственно, мы будем видеть вот такое представление нашего куба. нашей камеры. Теперь вы понимаете, что камера является очень важным элементом. И именно от нее зависит, как же будет ваш объект отображаться в окне просмотра. На этом слайде мы рассмотрим окно просмотра ViewPort. Итак, в dvpf ViewPort представлен классом ViewPort 3D и находится он в пространстве имен System.Windows.Controls. И это значит, что для этого класса доступны все те же возможности, что и для других контролов технологии dvpf. Этот класс также является производным от класса Framework Element. Поэтому он может размещаться в любом месте окна. ViewPort добавляет несколько новых свойств. Камера и Children. Свойства камера. Нужно нам для задания настроек камеры. Для ее размещения, угла обзора и других настроек. Свойства Children. Нужно для того, чтобы указать все трехмерные элементы, которые будут располагаться в нашей 3D сцене. Например, такие как непосредственно трехмерный объект, освещение для этого объекта, для того, чтобы задать трансформацию, а также указать материал, из которого сделан наш трехмерный объект. Итак, следующим этапом для создания трехмерной сцены является непосредственно создание трехмерного объекта, который бы отображался в нашем окне. Но для того, чтобы создать трехмерный объект, нужно использовать геометрию. И так как мы работаем с трехмерным объектом, то геометрия также должна быть трехмерная. Для этого есть класс MeshGeometry3D. И с помощью этого класса мы непосредственно будем создавать трехмерные объекты. Сейчас мы поговорим о свойствах, которые есть у MeshGeometry3D. Итак, у него есть несколько свойств. Position, Triangle, Indices, Normals и Texture Coordinates. Соответственно, все эти свойства содержат коллекции. Коллекции определенных точек. Итак, Positions. Содержит коллекцию, которая указывает на точки треугольников, то есть вершины. Дело в том, что видеокарта может отрисовывать всего лишь три примитива. Итак, это точка, прямая и треугольник. Поэтому, если мы хотим нарисовать объект, то в Positions мы должны определить точки. Точки, из которых будет состоять наш объект. Итак, мы указываем первую точку, вторую точку, третью точку и четвертую точку. Далее, свойства Trangle Indices. Определяет, в какой же последовательности эти точки будут соединены. Итак, допустим, мы будем их соединять в такой последовательности. Первая, вторая и третья. Один, два, три. А эти мы соединим вот в такой последовательности. Раз, два, и вот здесь три. Два, три. То есть здесь мы идем против часовой стрелки, а здесь по часовой стрелке. И то, что мы рисуем по часовой стрелке, это будет являться лицевым изображением. То, что против часовой, это будет изнаночным изображением. Я думаю, многие из вас играли в компьютерные игры. И вот когда вы застревали в какой-то стене, да, то вы могли видеть, что эта стена прозрачная. То есть, когда вы смотрели сквозь стену, то увидели, что она прозрачная. Почему так? Видеокарта не будет затрачивать ресурсы для того, чтобы прорисовывать то, чего не видно. Зачем? Лучше прорисовать то, что видно, а то, что не видно, пусть останется таким, какое оно есть. Зачем затрачивать еще ресурсы для того, что никому не будет видно. Итак, свойство Normals хранит коллекцию нормалей. Для чего же нужна эта коллекция? Итак, давайте построим некую трехмерную плоскость. И мы будем ее строить по часовой стрелке. Отлично. Вот наша плоскость. То есть, это будет непосредственно лицевая часть, видимая пользователю. И существует такое понятие, как нормаль. Это вектор, который перпендикулярен плоскости. То есть, нормали будут направлены вот в этом направлении, вверх. Ну, конечно же, по умолчанию. Они вот так располагаются, перпендикулярно плоскости. Хорошо. И нормали учитываются, когда мы будем работать с освещением. Итак, например, у нас есть источник света. И вот, допустим, вот он. Свет падает у нас на наш объект. Именно благодаря нормалям мы будем определять, как же он будет отражаться от нашего объекта. Если вы захотите задать свою реализацию, отражение света, то вам нужно будет изменить нормали. Конечно же, вручную это делать очень сложно. Поэтому имеет смысл работать непосредственно с приложениями, которые позволяют создавать трехмерные объекты. Texture Coordinates. Это также свойство, которое хранит определенные координаты. Что это за координаты? Итак, опять-таки, давайте порисуем. И мы рисуем сейчас куб. Этот куб будет просто игральной косточкой, которая состоит из нескольких граней. Вот эти грани. Итак, допустим, здесь мы видим один, здесь два, а здесь три. Как же наложить изображение на трехмерный объект? Для этого вам нужна развертка. Итак, вот наша развертка. То, что мы будем накладывать непосредственно на куб. Итак, допустим, здесь у нас есть определенная также еще граница, конечно же. Вот они. Итак, давайте теперь будем рисовать. Допустим, здесь у нас есть один, здесь два, здесь три у нас есть, здесь у нас есть еще, допустим, четыре, здесь у нас пять, и так же здесь дорисуем еще и шесть. Допустим, вот, это будет шесть. Что нам теперь нужно сделать, чтобы это изображение непосредственно переместилось на нашу трехмерную модель? Для этого нам нужно указать, что вот эта точка трехмерного объекта соответствует этой координате двухмерной развертки. Эта точка трехмерного объекта соответствует этой координате развертки. это этой, это этой. Вот таким образом можно наложить рисунок на наш трехмерный объект. И более подробно, это мы, конечно же, рассмотрим на примерах. Продолжение следует...